В Одессе коммунальщики продолжают ликвидировать последствия стихии. До сих пор остаются неубранными несколько десятков деревьев. В основном это крупные стволы, которые нужно распиливать с помощью дополнительной спецтехники. По состоянию на сегодняшнее утро все обрывы высоковольтных линий электропередач были устранены. В то же время проводятся ремонтные работы в местах обрыва проводов бытового напряжения. Что касается области, энергетики вернули свет во все населенные пункты региона. Напомню, сильнее всего от непогоды пострадал север Одесской области, а также Лиманские, Белгороднестровские и Раздельнянские районы. Также стало известно, что на Одессу надвигается шторм Зехра родом из северо-западных стран. Правда, к нам он придет относительно спокойным. Ожидается, что порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Это вдвое меньше, чем было в понедельник. Одесская инфекционная больница сообщила о готовности принимать пациентов с китайским коронавирусом. Встречать опасное заболевание будет изолированное отделение, в котором 20 спецбоксов на 65 мест. Однако, если больных будет больше, изолировать всех не получится. Придется держать больных в обычных палатах. Также есть неутешительная новость. Быстрых тестов для определения коронавируса нет. Они имеются только в столичных клиниках. Коронавирус все ближе к Украине. Тем временем в Одесской инфекционной больнице сообщают о полной готовности принимать пациентов с признаками болезни. Если вдруг в Одессе появится первый заболевший, в больнице подготовили новое 10-е отделение. Тут 20 изолированных боксов на 65 пациентов. Каждый из палат имеет выход на улицу, чтобы пациенты минимально контактировали с окружающим миром. Пока тесты только в Киеве. И все области Украины, вы об этом знаете из средств массовой информации, из репортажа центральных каналов, все исследования из других городов Украины, в том числе от пациентов, то есть от людей, которые находятся на обсервации, которые прибыли из Китая, они отправляются в Киев. У нас все это отделение боксированное. Это боксированное отделение, оно предназначено для госпитализации больных с капельными и особо опасными инфекциями. Так что боксы там все абсолютно изолированы, имеют выход на улицу. То есть если в том случае, если необходимо, пациент поступает, а это, как правило, всегда необходимо, пациент поступает через дверь, которая выходит на улицу, он не заходит в отделение и выписывается таким же, покидает отделение таким же образом. В том случае, если ситуация осложняется, значит все отделения больницы будут развернуты для госпитализации больных с подозрением на коронавирус. Однако из городского бюджета уже выделено 178 тысяч гривен на спецодежду для контакта с больными. Инфекционка закупила защитные комбинезоны, маски и очки. Сейчас решается вопрос дополнительного выделения денег на спецодежду и возможную закупку быстрых тестов. Помимо одесской инфекционки, возможные встречи с вирусом готовят больницу Измаила. И буквально час назад в обл. администрации сообщили, что один из 30 наборов реагентов, которые есть в Украине, отправят в Одесскую область. В них содержится примерно 3000 тестов. Их, по мнению руководства области, хватит для анализов на коронавирус более 950 человек. Когда именно тесты прибудут в наш регион, пока не ясно. В пресс-службе губернатора обещают обязательно сообщить. Дамба Хаджибейского лимана остро нуждается в ремонте. Об этом заявил мэр города Геннадий Труханов во время ее инспектирования. Важнейшее для города сооружение пострадало из урагана Юлия. Прорыв дамбы приведет к катастрофическим последствиям. Будут затоплены пересыпи район большевика. Крыша над головой лишатся десятки тысяч одесситов, а поселок Котовского будет отрезан от города. У муниципалитета денег на ремонт сооружения нет. Поэтому мэр Одессы намерен обращаться за финансовой помощью в ГСЧС и областной совет. Топлива мало, а пища заканчивается. Уже два месяца 22 украинцы и один россиянин находятся на борту арестованного судна Нью-Орион в Китае. Проблемы начались в конце декабря, когда судовладелец из России перестал платить морякам деньги. Более того, он не оплатил якорную стоянку в Малайзии и услуги судоремонтного завода в Китае. Поэтому судно арестовали. Судовладелец отказывается подставлять или у него нет этой возможности подставлять продовольствие на борт судна, но и топливо тоже. На борту судна моряки нуждаются в медицинской помощи. Наша организация отправляла письма зонные судовладельцу, но, к сожалению, ответа не получили. Сегодня нами было написано обращение в Министерство иностранных дел. По данным спутниковой навигации, судно Нью-Орион продолжает стоять на реке Янзы, которая, кстати, проходит через эпицентр вспышки коронавируса города Хань. Среди моряков есть больной с паховой грыжей, врачей к нему пока не пускают. В фоне говорят, что решить ситуацию можно только юридическим путем. За судном тянется целый шлейф нарушений за последние пять лет. Нужен поиск адвокатов, нужно обращение к адвокатам, и ситуация, к сожалению, может затянуться на время. К сожалению, у моряков закончились контракты, и сколько это продлится, сейчас, я думаю, что никто не может сделать никаких прогнозов. В фонде пока не знают, почему моряки решили оставаться на борту. Допускают, что они хотят получить свои деньги, а если покинут судно, рискуют их потерять. Сейчас фонд АСОЛЬ пытается подключить к решению проблемы Министерства иностранных дел. Полиция изъяла 370 литров подпольного алкоголя и 2,5 тонны спиртовой смеси, а также 53 тысячи пачек сигарет, оборудований поддельной акцизной марки на сумму более 2 миллионов 600 тысяч гривен. Оперативники задержали дельцов, которые занимались незаконным бизнесом. В состав группы входило пять человек, все они жители Одесской области. Преступники производили псевдоэлитную алкогольную продукцию с использованием иностранных торговых марок. Затем ее продавали на рынках, а также оптовыми партиями на заказ. Одесская юрокадемия снова принимает высоких гостей. На этот раз университет в рамках международного сотрудничества посетили депутат Европарламента, профессор государственного Варшавского университета Кароль Карский со своей супругой, членом постоянного арбитражного суда и Совета ООН по правам человека, независимым экспертом ООН Елизаветы Карской. Евродепутат прочитал лекцию студентам Юрокадемии, а университет организовал для гостей масштабную экскурсию по ВУЗу. Более подробно о визите в материале репортера. Европарламентарий Кароль Карский – признанный эксперт в сфере международного и европейского права. Он вице-президент Польского института международных дел, автор множества научных публикаций в своей профильной сфере. Также политик является вице-президентом Польского отделения Ассоциаций международного права. В рамках визита иностранные гости встретились со студентами Международного правового факультета и прочитали лекцию на тему специальные процедуры ООН в универсальной системе защиты прав человека. Я вижу, что ваши студенты очень хорошо подготовлены для будущего работа, поэтому они очень интересны в этих проблемах. Я уверен, что они будут очень хорошими специалистами Гостей впечатлили не только знания студентов, но и уровень владения английским языком, на котором читалась лекция. Как я сказала, это моя первая профессия, и я очень рада, когда я могу поговорить с студентами в каждой университете, где я путешествую. И особенно здесь, в Одессе, я впечатлилась с уровнем знания студентов, с их вопросами, которые были очень детальными и очень профессиональными. Поэтому спасибо большое, что организовали этот встречный, и я надеюсь... Для гостей также была организована экскурсия по Одесской юрокадемии. Супруги Карские вместе со своей дочерью побывали в крупнейшей в Украине научной библиотеке университета. Электронный каталог автоматизированной системы Англиб насчитывает более 700 тысяч описаний. Они побывали также в музее редкой книги, где хранятся уникальные издания, первоисточники украинского права. Впечатлил гостей музей оружия и стрелковый тир, где студенты получают практические навыки в криминалистике. Также они ознакомились с материально-техническим оснащением вуза, посетили специализированную аудиторию, рабочее место детектива, прокурора и следователя, где на интерактивной доске продемонстрировали создание фоторобота. Также гости побывали на модельном судебном заседании, которое проходило в специально оборудованной аудитории вуза. Побывали иностранные гости в Международной академической школе Одесса, которая находится на завершающей стадии строительства. Они осмотрели будущие классы, огромный спортивный зал, бассейн на шесть дорожек, школьное кафе, но особо впечатлили два храма, расположенные в самом сердце учебного заведения. Притик выразил надежду побывать на открытие учреждения вместе с инициатором строительства школы, президентом Юрокадемии Сергеем Киваловым. Подводя итог своего визита, гости еще раз отметили, что благодаря усилиям руководства вуз готовит востребованных во всем мире специалистов по всем юридическим специальностям, а также высококлассных политологов, социологов, психологов, журналистов, специалистов в этой сфере, основу учебного года еще и филологов. Более десяти лет назад президентом Одесской юридической академии Сергеем Киваловым была успешно внедрена практика приглашения лекторов из зарубежа. В университете уделяется большое внимание преподаванию на иностранных языках, поэтому визиты зарубежных преподавателей, ведущих специалистов, являются частью образовательной программы вуза. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. До скорого.